В этот день в республиканском военкомате собрались люди не только в погонах, но и в штатском. Среди них и начальник управления главы правительства КЧР по взаимодействию с силовыми ведомствами Сергей Никулин, а также заместитель председателя правительства КЧР Мурат Озов. Конкурс среди муниципальных образований республики на лучшую подготовку граждан к службе в российской армии, а также организацию и проведение призыва на военную службу проводится с 2005 года. Совсем недавно, в апреле месяце, в городе Владикавказе подвели итоги такого же конкурса, но среди субъектов Южного военного округа, где Карачаево-Черкесия заняла почетное второе место. Я благодарен всем за этот показатель. Конечно, у нас еще все впереди. Сегодня идет призыв граждан уже следующего года, весенний призыв. Задание у нас, соответственно, немаленькое, если учитывать то, то, что качество и количество на сегодняшний день, определенное штабом Южного военного округа, очень высокое, особенно что касается по здоровью, особенно что касается по образованию, и, конечно же, специалисты. Вот эти основные критерии, они нам делают хороший фон, конечно. У нас очень хорошее взаимодействие с Министерством образования, с Министерством здравоохранения, с Министерством спорта. Поэтому я всем руководителям, как заместитель председателя призывной комиссии республики, я хочу выразить свои слова благодарности. Благодарность людям, проделавшим большую работу по подготовке граждан к военной службе и организации призыва, была подкреплена почетными грамотами, благодарственными письмами и денежными премиями. Среди награжденных представители администрации муниципальных образований, директора и преподаватели образовательных учреждений, врачи призывных медкомиссий, специалисты по молодежной политике, работники ДОСААП, словом, все те люди, через которых проходят призывники перед тем, как стать на защиту Отечества. Очень приятно, всегда какие-то вопросы незамедлительно исполняется и решается. Спасибо за взаимодействие. Спасибо. Что же касается итогов республиканского конкурса на лучшую подготовку граждан к службе в армии, организацию проведения призыва на военную службу в 2013 году, то лидеры среди муниципальных образований Карачаева-Черкесии распределились следующим образом. Первое место – Карачаевский муниципальный район. Второе – Черкесский городской округ. Третье – Ногайский муниципальный район. Четвертое – Зеленчугский муниципальный район. Пятое – Прикубанский муниципальный район. Переходящий в импел победителя конкурса военный комиссар Качер вручил главе администрации Карачаевского муниципального района Спартаку Кучетерову. В импел у нас уже более 15 лет передается. Он переходящий. Хоть он уже и в возрасте, но почетный. Поэтому поздравляю еще раз. Спасибо за работу. Одним из критериев, по которым определялись победители конкурса, является эффективность военно-патриотического воспитания молодежи. В частности, проведение месячника по спортивной и оборонно-массовой работе, где город Черкесск в этом году был признан лучшим. Плюс хорошие показатели по нормативам призыва, которые позволили республиканской столице занять второе место по итогам конкурса. Вот вы видели, подвели итоги. Город занял второе место. Это оценили нашу работу по призыву, которая велась. Достаточно удачный призыв был. Все нормативы, которые были поставлены перед нами, мы все выполнили. Помимо этого, конечно, была большая работа проведена по оборонно-массовой работе, по агитации. Наши школьники, студенты принимали участие. То есть и эти критерии в том числе. Но главное, конечно, это выполнение норматива призыва. Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели.